Здравствуйте, наши дорогие студенты. Сегодня я с вами, Гюрген Зейналовна, старший преподаватель технологического университета, кафедра менеджмент. В связи с некоторыми обстоятельствами, мы продолжаем с вами наши занятия. И, как вы видите, перед вами предмет управления человеческими ресурсами. А сегодняшняя наша тема планирования человеческих ресурсов. Давайте сначала ознакомимся с нашим планом. Значит, вот перед вами план. В этой теме мы будем изучать, что такое планирование человеческих ресурсов, особенности долгосрочного, краткосрочного планирования человеческих ресурсов, а также их этапы и задачи планирования человеческих ресурсов. Давайте сначала начнем с понятия планирования человеческих ресурсов. Значит, планирование человеческих ресурсов, осуществляется на основе прогнозирования количественных и качественных потребностей организации в работниках в будущем и оценки того, в какой степени эта потребность может быть удовлетворена. То есть здесь планирование человеческих ресурсов определяет именно, какие человеческие ресурсы необходимы организации для достижения ее стратегических целей. То есть здесь планирование обращается к потребностям человеческих ресурсов как с количественной, так и с качественной точки зрения. То есть здесь имеется в виду три основные вопросы. Здесь подразумеваются три основные вопросы. Сколько людей, какие люди и когда они нам нужны. Значит из всего этого мы сможем дать такое определение понятия планирования человеческих ресурсов. Значит планирование человеческих ресурсов это кадровая программа, направленная на оценку как количественной, так и качественной потребности в персонале, отвечающая на вопросы, сколько, когда и какой именно персонал потребуется организациям. Значит здесь количественная оценка потребности в персонале отвечает на вопрос, сколько, как вы в этом слайде увидите. А качественная оценка потребности в персонале отвечает на вопрос, кого. Значит, здесь количественная оценка потребностей персонали основывается на анализе предполагаемой организационной структуры, на анализе требований технологии производства, а также маркетингового плана. Здесь, если мы говорим об организационной структуре, здесь имеется в виду уровень управления, количество подразделений, распределение ответственности. Если говорится о требовании технологии производства, значит, здесь имеется в виду форма организации совместной деятельности исполнителей. А если говорим о маркетинговом плане, значит, здесь имеется в виду поэтапность разворачивания производства. А вот качественная оценка потребностей персонали, оно, значит, здесь, это более сложный вид прогноза, здесь должны учитываться ценностные ориентации, уровень культуры и образования, а также профессиональные навыки и умения того персонала, который необходим организациям. Вот перед нами появился такой слайд, цель, как вы видите, и здесь вот руководство, его сотрудники, они прям стремятся к этой цели, и зачем они, и зачем эта цель им нужна. Значит, цель планирования человеческих ресурсов помогает руководству, организации принять решение в таких областях, как набор персонала, как избежание увольнения, в таких областях, как подготовка персонала, управление развитием, расчет затрат на рабочую силу, а также размещение персонала. Процесс планирования человеческих ресурсов, значит, здесь, как мы видим, долгосрочный план и краткосрочный план, давайте рассмотрим их отличия друг от друга. Значит, долгосрочный план, как правило, предполагает попытку прогнозирования на 5 лет вперед. Значит, здесь компания должна именно оценить спрос на труд, потенциальные возможности предложения, а также состояние внешней среды деятельности. А вот краткосрочный план, он обычно рассчитан на период не более одного года, и он более распространен, чем долгосрочный план. И краткосрочный план рабочей силы легче составлять, поскольку у компании, как правило, всегда имеется план производства или маркетинговый план на год вперед, вместе с детальным указанием размера сметы, а также объем заказов новых материалов и компонентов для производства, а также нормы продаж. И отсюда, значит, можно выделить необходимый в будущем объем труда основных производственных рабочих в показателях часов работы, а затем разделив этот показатель на число доступных рабочих часов, можно получить будущую потребность в основных производственных работах. Но здесь, как вы видите, здесь нам в этом слайде уже даны две формулы для расчета потребностей персонали. То есть А равняется Ч плюс ДП, и Ч равняется ОП, деленное на В. То есть здесь А – это общая потребность персонала, общая потребность в персонале в кадрах, и оно определяется как сумма. А Ч у нас базовая потребность в кадрах, определяемая объемом производства, а ДП у нас дополнительная потребность в кадрах. Значит, она определяется вот по этой формуле. То есть здесь складывается базовая потребность в кадрах и дополнительная потребность в кадрах. А вот базовая потребность предприятия в кадрах определяется по формуле. Значит, ОП деленное на В. Здесь ОП – это объем производства, а В – это выработка на одного работающего. Давайте рассмотрим этапы планирования человеческих ресурсов. Значит, существует оценка наличных ресурсов, оценка будущих потребностей, а также разработка программы будущих потребностей. Давайте по отдельности рассмотрим все эти этапы. Значит, первое. Значит, у нас первый этап – это оценка наличных ресурсов. Значит, здесь планирование персонала необходимо начать с количественного анализа ее кадрового состава. Значит, здесь руководство должно определить, сколько человек занято выполнением каждой задачи, необходимой для реализации конкретной цели компании. Или же, каковы здесь требования персонали по каждой специальности. И в ходе данного анализа здесь определяется, насколько оптимально в компании сочетание управленцев и исполнителей. То есть, здесь определяется коэффициент административной нагрузки. И вот здесь, как вы видите, вот перед вами, перед нами вот появился такой слайд. Значит, один работник и 10 начальников. Здесь имеется вот правда жизнь. Да, факт остается фактом, что вам и многие в компаниях кадры. То есть, здесь один работник и, смотрите, сколько линейок. Здесь менеджер, менеджер по кадрам, по логистике, менеджер по связям, начальник отдела, менеджер проекта и так далее. Значит, по мнению здесь большинства специалистов, доля управленцев в штате не должна превышать 30%. А норма управляемости для линейного руководителя в среднем должна составлять около 7 непосредственно подчиненных. Но факт остается фактом, что везде и всюду, значит, один работник и 10 начальников. Второй этап, значит, это этап оценка будущих потребностей или же прогнозирование численности персонала. Значит, этот этап является самым сложным этапом. И здесь необходимо именно оценить не только наличие рабочей силы и спланировать будущие потребности в ней, но и проанализировать текучесть кадров, причину увольнения, окончания контрактов, выход сотрудников на пенсию. И чтобы уточнить все это необходимое в фирме количество сотрудников, надо сначала определить, какой именно объем работ стоит выполнять компания. А для этого мы делаем анализ работы. Зачем он нам нужен? Значит, анализ работы, он дает представление о том, что следует выполнять на каждом рабочем месте, а также какие квалификационные требования предъявляются к данной должности, какое качество выполнения работ именно необходимо. А также он нам позволяет решить следующие задачи. Как эффективно организовать деятельность компании, а также как обеспечить расстановку работников, рабочую нагрузку, а также определить показатели эффективности выполнения тех или иных работ и разработать их. Также он позволяет нам решить критерии их оценки, разработать систему должностных окладов и примиривание в зависимости от результативности, а также определить требования к знаниям, умениям и навыкам работников. То есть он позволяет нам построить систему обучения персоналам. А вот решение всех этих задач позволяет нам знать содержание анализа работ. То есть что делает работник на данной позиции. Вот такая картинка перед вами. Что делает здесь работник на данной позиции. То есть на рабочем месте. И сколько времени он тратит на те или иные операции. С кем он взаимодействует для выполнения своей работы. Каковы обязанности, ответственность, полномочия. Что и кому передает. То есть здесь имеется ввиду результаты работы. И какие сроки. И с каким качеством он выполняет работу. Кто контролирует работника. И кого он контролирует. Какое оборудование используется. И какие профессиональные знания, навыки и деловые и личностные касси необходимы именно для выполнения работы. И, наконец, перед нами третий этап. Это разработка программы будущих потребностей. Значит, здесь руководство должно разработать подробный план и программу. А программа здесь должна включать в себя конкретный график и мероприятия по привлечению, найму, подготовке, обучению и продвижению работников, требующихся для реализации целей организации. Значит, наша тема с вами подошла к концу. А вот перед вами вот такой слайд. Здесь дана литература. Вы сможете скачать вот эти учебно-методические пособия с интернета. Почитать вот эти книжки. А также вот вы сможете скачать вот эту презентацию с интернета. То есть вы сможете войти в YouTube и скачать вот эту презентацию. Спасибо за внимание.